Привет, друзья! Сегодня мы с вами печем овсяное печенье. Это печенье по вкусу очень похоже на магазинное или даже вкуснее. А какое оно хрустящее и ароматное! Даже на следующий день оно у меня изумительно пахло на всю кухню. А чтобы печенье получилось именно таким, я его делаю с добавлением фруктового пюре. Здесь можно брать любое фруктовое пюре, но я рекомендую тыквенное, потому что оно придает печенью яркий, красивый, оранжевый цвет. И так готовим. Сразу измельчаем овсяные хлопья в муку. Я это делаю с помощью блендера, ведь добиваться идеального помола здесь совершенно не обязательно. Теперь смешиваем в чаше все сухие ингредиенты. Просеянную муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, ванилин, щепотку соли. В другой чаше смешиваем размягченное сливочное масло и сахар. Превращаем их в более-менее однородную массу. Добавляем сюда тыквенное пюре и снова перемешиваем до однородного состояния. Чтобы получить тыквенное пюре, тыкву можно запечь в духовке или пропарить в кастрюле, а затем измельчить блендером. Теперь высыпаем сюда сухие ингредиенты и замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягкое, немного липнущее к рукам. Хочу сказать, что в качестве пюре для этого теста можно брать не только тыкву, но и фрукты. Например, запечь в духовке яблоки и протереть их через сито. Раскатываем тесто в лист толщиной 4 миллиметра. Вырезаем стаканом формой или формочкой кружочки, хотя печенье может быть абсолютно любой формы. Выкладываем печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки, на небольшом расстоянии друг от друга. На противень размером 30 на 40 сантиметров у меня поместилось 20 печеней, а всего их получилось 27 штук диаметром 7 сантиметров. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 180 градусов около 15 минут. Я включаю оба тена и конвекцию. Если вы хотите, чтобы печенье было мягкое, а не хрустящее, его нужно выпекать меньше, около 10 минут. Но время выпечки регулируйте по своей духовке. И вот такие красивые печенья у нас получились. Дадим им немного остыть. И посмотрите, на вид эти печенья не отличите от от всяного магазинного печенья, а на разломе оно имеет красивый оранжевый цвет. Рецепт очень простой, так что пеките. А в комментариях пишите, что у вас получилось. Буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Ну и всем удачи в делах и приятного аппетита! Пока-пока!